Тема окружающей среды, вопросы урбанистики сегодня волнуют значительную часть городских жителей. Об этом дискутируют в сетях, это обсуждают на телевидении и в глянце. Журнал «Собака.ру» выходит в 21-м городе России, и о каждом из них представители питерской редакции стараются составить личное мнение. Мы все с вами здесь агенты клиента. Мы находим людей, которые, собственно, меняют мир вокруг себя к лучшему. Я, на самом деле, не из тех людей, которые заранее формируют в себе что-то, чтобы потом очароваться или разочароваться. Я, на самом деле, предпочитаю приезжать и быть абсолютно открытой к тому, что я увижу четкое понимание красоты и уникальности того места, в котором ты живешь, и его облагораживание, его благоустройство. То есть понятно, что мы можем все переехать, и наверняка действительно для каждого есть какие-то лучшие места на земле. Но действительно, я замечаю, и об этом говорят и в Красноярске, и в Иркутске, и в Самаре, и в Нижнем Новгороде. Люди начинают видеть красоту тех мест, в которых они живут. Я думаю, что в Челябинске такие люди тоже есть. Это можно назвать, я не знаю, просвещенной урбанистикой, но по факту для нас это просто, наверное, осознание самих себя и самих себя в контексте города. Есть такое настроение у жителей в регионах, что только в столице все самое лучшее, красивое, актуальное передовое, а в отдаленных городах все с точностью да наоборот. Что у вас есть действительно очень круто. Во-первых, те деревянные дома с теми уникальными, очень тонкой резьбой наличниками, которые остались в Челябинске, они заслуживают отдельной популяризации. Я проехала на машине по городу и немножко прошлась, все снимала, сохранились даже ворота, это потрясающе, я считаю. Потом, вот здание элеватора Государственного банка. Я понимаю, что оно не является памятником архитектуры, очень жаль, что это так, но по факту это действительно уникальное сооружение. Великолепно, что мы можем посмотреть на него, возможно, его последние годы. Если может собственник вот этого здания сделать что-то, мне кажется, ему будет впоследствии благодарна вся страна, потому что, мне кажется, аналогов этого памятника в принципе нету по всей России. Кроме того, у вас великолепная совершенно акустика в Театре Глинки. Я была в полнейшем восторге, потому что, во-первых, оркестр не глушил голоса, во-вторых, каждый голос был прекрасно слышен, голоса были очень чистые. Я получила удовольствие, потому что действительно, когда ты рядом находишься с голосом и с музыкой, она действительно тебя абсолютно по-другому пронизывает. Это великолепно. Сам театр, вот я знаю, что местные его немножечко поругивают, но на самом деле вы абсолютно не правы. Во-первых, великолепные росписи, плафоны с пейзажами, я нигде такого не видела. Мне кажется, театр очень красивый. Я бы сходила еще в ЧТЗ, где тоже есть советские росписи, советские фрески. Я еще не успела, видела на картинках. Я считаю, что это тоже уникально. Театр Наума Орлова, очень красивое здание. Я поснимала, там такая прекрасная лестница, которая вот такой изящной линией уходит, видимо, для завоза декораций. Наша с вами задача образовывать себя и понимать, что вот все то, что вокруг нас есть, представляет ценность. Это очень круто. У вас есть и градозащитники, у вас есть и идеологи, у вас есть люди, которые придумывают фестивали документального кино. Мне кажется, вам есть чем гордиться. И на самом деле, мне кажется, наша с вами задача, как журналистов, это напоминать постоянно челябинцам, петербуржцам, людям, которые живут в Саммаре или в Иркутске, о том, что мы живем здесь не просто так, нас окружают прекрасные люди, и, в общем-то, абсолютно в наших силах что-то исправить или сделать лучше. Для того, чтобы улучшить мир вокруг, совсем не обязательно собирать митинги и реорганизовывать масштабные акции. Начать можно с малого. Например, донести использованную батарейку до пункта приема, или же просто улыбнуться соседу в лифте. Я всегда за теорию малых дел. Мотивировать себя довольно просто. Надо все время себя немножечко подкинувать, да, не давать себе завязнуть в позиции жертвы и, на самом деле, понимать, что позиция жертвы – это иногда может быть слишком удобной позицией для того, чтобы ничего не делать. Мы все в эту ловушку время от времени попадаемся, но по факту, наверное, всегда хорошо в голове держать, к чему ты хочешь прийти.